Доброго дня, шановне спевчизных, и почему в правительстве заговорили о сокращении социальных выплат, кому их оставят, у кого заберут и какие статьи расходов первыми попадут под сокращение. Сегодня будем обсуждать с вами такую тему, наболевшую, и заодно вспомним, наверное, в первый и последний раз нашу многострадальную конституцию Украины. В Министерстве социальной политики, это важно, продолжают политику сломать все социальное, и как сообщила в последний раз министр соцполитики Оксана Желнович, Украина пересмотрит философию социальных выплат из чрезмерного количества обязательств, которые не могут быть подтверждены финансовыми ресурсами. То есть, перевожу на русский, не хватает денег. И с этой целью хотят все расходы социальные оптимизировать и сделать их более адресными. Ну, такими умными словами с нами разговаривает Министерство. Правда, решение, как обычно, шикарное. Поэтому, что же означает такое заявление? Напомню вам, что в бюджетной декларации Кабинета Министров сказано украинским языком, украинскую мову, что три года с 25 по 27 год не будут повышать минималку и прожить минимум. По сути, заявление о том, что вам, как обычно, не хватает денег, мы слышим буквально каждый год, перед каждым принятием бюджета, в любое время года, у нас никогда не хватает денег. Сейчас, конечно, в связи с войной ситуация эта еще больше усугубилась. И я думаю, что эта новость никого не шокировала, но я думаю, почти всех она разозлила и подстает вопрос, когда нахрен нам такой Кабинет Министров нужен, если вы не в состоянии придумать что-то, чтобы улучшить жизнь граждан, а не опять ее угробить. Потому что помимо сокращения всего социального изменения, философии, социальной политики, нас еще, я напомню, ожидает очередное повышение налогов, акцизов. И некоторые из изменений уже вступают в силу буквально через месяц-два, а зарплаты с этим повышением не повышаются, они остаются на том же уровне. В 25-27 годах размер минимальной зарплаты будет составлять 8 тысяч гривен, это нынешний уровень, то есть уровень 24-го года. Жалнович в своем обращении, она, кстати, об этом сказала не где-то там в интервью украинским СМИ, а сделала это на конференции высокого уровня по европейской социальной хартии в Вильнюсе, а не где-то там в Украине. Так что это можно воспринимать очень даже серьезным заявлением, и она еще добавила ко всему этому, что, мол, как так, что социальные расходы в Украине занимают второе место после оборонного бюджета. Действительно, опять-таки, обращаемся к Конституции Украины, первая статья Конституции, где сказано, что Украина, помимо того, что мы очень демократична, мы также являемся социальным государством, то есть государство должно делать все возможное и невозможное для того, чтобы помогать людям, которые не могут себе позволить больше определенной суммы, которые являются незащищенным в своем населении. Этим должно заниматься министерство, в том числе социальной политики, иначе нахрена оно так называется? Тогда или меняйте его на антисоциальное, или вообще убирайте его, потому что какой смысл от такого министерства соцполитики, я думаю, не видит никто из нас. Социалку хотят, как я уже сказала, сделать адресный, выявить, кому действительно нужна социалка, кому нужна субсидия, кому не нужна. И, как я уже говорила в одном из своих предыдущих видео, то есть, если вы можете купить себе две буханки хлеба, вам не нужна никакая субсидия. Если вы можете купить только одну буханку хлеба, тогда, наверное, вам нужна субсидия, но там еще будут думать, может быть, не знаю. Может, вы можете продать собаку свою, как предлагал когда-то нардеп Брагар на уже одном из закрытых каналов до войны. Знаете, что в ней есть еще какое-то масло, и, как пан Олександр сказал, что собака какая-то там в дворе. Если элитной породы в дворе, то она может его продать. Да мы можем сейчас азартовать, как заводят. Элитной породы. Если элитной породы, то что? То может она его продать в любой момент и спокойно себе сплатить. Ясно? И чего удивляться? Вот началось тогда с собаки, началось, в принципе, это все с премьер-министра Гончарука, который заехал на своем самокате в кабин в 2019 году. И, в принципе, с этого начался весь этот социальный кошмар. При том, что самое интересное в этом всем, что прямых законодательных актов, которые отменяют соцвыплаты, мы не увидим, потому что это противозаконно, это нарушает Конституцию. Вместо этого, скорее всего, будут урезать социальные выплаты путем как раз-таки усиления верификации и контроля над теми, кто получает данные субсидии. Останавливаться на этом я не буду, поскольку те, кто получает субсидии, знают, как от нее можно легко избавиться, точнее, как легко вас могут избавить от этой субсидии. Вернемся с вами к Конституции, снова к нашему любимому документу. И согласно основному закону, законодательные нововведения не могут уменьшать соцгарантии для населения, и поэтому вряд ли чиновники будут связываться с тем, чтобы вводить какие-то, внедрять новые законы. Поэтому найдут обходной путь, как я уже сказала, просто будут больше долбить мозг своими правилами. Поэтому складывается безоблачное впечатление, что власть только тем и занимается, что придерживается политики социального дарвинизма, начиная еще с времен Гончарука на самокате. И это подразумевает то, что естественные отборы выживания сильнейшего распространяются и на отношения в человеческом обществе. Поскольку мы знаем, что это теория дарвинизма, что под ней подразумевается? Выживает, грубо говоря, сильнейший, кто хочет, кто может, кто выгрызает в буквальном смысле, потому что касается животных и таких существ, которые как бы не люди. Что они выгрызают право на жизнь. И мы сейчас, по сути, занимаемся тем же. Вы можете спросить, почему власть настолько уже, так сказать, мягко переходит все границы. Так это потому, что они прекрасно понимают, что во время войны вряд ли кто-то будет выступать. Я напомню, что до 22-го года, до февраля 22-го года мы видели сотни митингов, протестов против тех или иных реформ. Особенно это касалось реформ ФОПов, кассовые аппараты и все остальное. И у нас была возможность что-то говорить и где-то выступать, где-то приходить с плакатами, где-то требовать и где-то выяснять. Сейчас такой возможности у нас нет. Время, как во всем цивилизованном мире рождается некий баланс между Министерством финансов и экономики и Министерством социальной политики, у нас же эти два министерства слились воедино. Потому что Министерство финансов всегда выступает за то, чтобы оптимизировать расходы и привлечь как можно больше доходов. Это не имеет значения, есть ли в стране война, конфликты, кризисы. Это по сути является ролью Министерства финансов, чтобы где-то сэкономить, где-то вложиться, где-то выделить, где-то урезать. Но это не должно делаться в ущерб социальной политике. А у нас получается так, что социальная политика слилась с Министерством финансов и они вдвоем настаивают в голове, что там с Гитманцевым, с его налогами. Они настаивают вот эта вот вся пирамида на том, что хватит, уже вы зажрались все, пожалуйста, сокращайте расходы, выходите из зоны комфорта, затягивайте пояса и вообще, пожалуйста, помогите нам, вместо того, чтобы они помогали нам. Кто попадет под раздачу первым? По сути, можно выделить три категории населения, которые и уже в данный момент, вечно у них такие штормовые предупреждения, потом то да, то нет, то да, то нет и так по кругу. Первое, это наверняка пересмотрят концептуально и реформируют пособия по безработице, поскольку в, опять же, таких цивилизованных странах есть такая норма о том, что если человек потерял работу, он становится на бирже труда, ему выплачивают, так сказать, зарплату, пособие, на которое он способен минимально прожить, но при этом он ищет работу. Вопрос в том, сидит ли человек просто тупо на пособии или действительно ищет работу, просто не получается, это уже отдельная тема, но такое существует, называется социальной поддержкой от государства, потому что у человека в жизни может случиться абсолютно любая ситуация. И, скорее всего, мы можем услышать вскоре новость о том, что пособий по безработице вы больше не увидите. Вторая категория, это временно перемещенные лица, тут без комментариев, потому что и так уже сначала у нас урезаются выплаты, потом опять возвращаются, потом опять как-то урезаются, но уже немножко по-другому, потом вроде снова всем вернули. Поэтому эта категория будет тоже второй, которая будет стоять, так сказать, в зоне риска. И третья, это субсидианты, обычные люди, которые, например, просят помощи на выплату, оплату коммуналки. И остальные льготники, конечно, возможно, даже это будет касаться и фонда по инвалидности человека, есть же у нас тоже такой, и эти выплаты тоже будут к актуризации. Я уже молчу о том, что Лешко уже говорил, что вообще мы бы, наверное, пересмотрели саму философию, опять же таки, выплат по инвалидности, вообще инвалидности как таковой. И что было бы правильным убрать вообще эти все группы и помогать людям, наоборот, адаптироваться в условиях их возможностей, условиях государства для того, чтобы все слились воедино, и мы поможем, мы найдем работу, и все будет супер. Так что вариантов, где разгуляться, у власти много, понятно точно то, что останавливаться никто не будет, и мы, ну, явно увидим какие-то нововведения, если не завтра, то, возможно, через полгода мы услышим, что так, товарищи, сядьте, нужно серьезно поговорить, смотрите, с завтрашнего дня забудьте о субсидиях. Более того, напомню, что вся социалка в нынешние времена финансируется из международной помощи, кредитов, чаще всего кредитов, и если вдруг случится ситуация, при которой мы не получим поддержку, которая нам нужна, не получим эти деньги, тогда в любом случае придется где-то резать расходы, и как раз таки, я думаю, к этому нас морально готовят. Более того, уже на данный момент в бюджете не просматривается, не видно, непонятно где брать, около 15 миллиардов долларов, соответственно, Минсоцполитики уже начинают готовить почву, прогрев того, что так, ребята, придется, значит, попрощаться с вашими всякими выплатами, давайте как-нибудь без нас. Здесь бы можно было на финал сказать, что, возможно, действительно просто стоит потерпеть, как-то что-то придумать, выкрутиться, потому что мы знаем точно, что в будущем государство нам поможет, компенсирует, и все будет как прежде и даже лучше, но лучше должно было бы быть. Но мы такого сказать не можем, потому что это вряд ли можно ждать. Ну, как-то так, друзья, опять не очень положительная тема, к сожалению, пока что другого не дано. Пишите, что вы думаете обязательно в комментарии, и как вы думаете, когда всякие там социальные пересмотры философии могут стать нашей реальностью. И, конечно, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы всегда видеть всю картину целиком.